Об итогах и целях, прорывах и успехах, задачах и вызовах открыто, емко, откровенно. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский в своем отчете подвел итоги 2021-го, а также рассказал о планах на ближайшую перспективу. Власть для человека под таким девизом работает руководством муниципалитета, а с каждым днем население округа увеличивается. По последним данным это 370 тысяч человек. В центре наших целей и планов человек, его запросы, благополучие и качество жизни. На этом акцентировали внимание и наш президент, и наш губернатор. В период непростой ситуации в экономике и на рынке труда, связанной с распространением COVID-19, главный вызов – это доходы людей. В первую очередь в поддержке нуждаются старшее поколение и семьи с детьми. Новая региональная выплата для одиноких неработающих людей старше 65 лет полагается более тысячи пенсионерам округа. Всего в прошлом году различные виды соцпомощи получили свыше 20 тысяч жителей. Кроме того, удалось увеличить число рабочих мест непосредственно в муниципалитете. В прошлом году инвестиционная деятельность предприятий Ленинского округа позволила создать более 3200 рабочих мест. Реализовано 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 400 миллионов. В ближайшие три года к реализации планируется 34 инвестиционных проекта. Это плюсом еще 4000 рабочих мест. Ключевыми моментами выступления Алексея Спасского стали рост экономики, привлечение инвестиций, повышение доходов людей. В зоне особого внимания социальная политика, основным инструментом проведения которой является бюджет. И в прошлом году он сохранил свою социальную направленность. 9,5 миллиардов рублей или почти 90% от общего объема расходов бюджета. Это на 1,4 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году. Свыше 400 миллионов рублей направлено на мероприятие пяти национальных проектов. Доходная часть бюджета на этот год почти 14 миллиардов, а собственные доходы впервые превышают 6 миллиардов рублей. Это позволяет уделять должное внимание экономике, здравоохранению, образованию, строительству, культуре. Так, в 2021 году в Видновской районной клинической больнице был завершен капитальный ремонт. Ее оснастили серьезным объемом современного оборудования. Также отремонтированы амбулатории в развилке и володарке. А в пригороде лесное в этом году застройщик начинает строительство поликлиники на тысячу посещений. Существенный прорыв есть и в сфере образования. Строительство школ и детских садов для нас в приоритете. 2021 год начался с открытия пристройки к Видновской гимназии. Весной была открыта школа в пригороде лесное, а в декабре долгожданный детский сад в зеленых аллеях. Кроме того, мы выкупили частный сад созвездия в Видном, который теперь функционирует в составе муниципальной системы образования. Приоритетными направлениями также являются сфера ЖКХ, экология, дороги и транспортная доступность. В минувшем году открылись долгожданные выезды на федеральную трассу М4 из жилого комплекса «Зеленые аллеи» и 6 микрорайона. А сейчас на повестке дня – Володарское и Каширское шоссе. Начата реконструкция Володарского шоссе. Добавлена одна полоса по Каширскому шоссе в сторону Москвы от съезда с Володарского шоссе до путепровода трассы А-105. Подводя итоги выступления, Алексей Спасский отметил, что ключевая задача на 2022 год – обеспечивать перемены, реагировать на вызовы, которые происходят в жизни людей. Завершилось собрание торжественным вручением наград. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok